В фойе Победы сегодня шумно. Здесь собрались молодые ребята и взрослые, опытные игроки и новички. Словом, единомышленники. Всех присутствующих объединяет одно – любовь к настольным играм. Мини-фестиваль «Настольный Абакан» проходит в нашем городе впервые. Как говорят организаторы мероприятия, такого ажиотажа они не ожидали. В зале созданы все условия для хорошего времяпрепровождения. Есть и огромное разнообразие настолок и даже чай со сладостями. А рядом ребята, которые помогут разобраться в игре. Над всем этим постарался творческий коллектив Победы и молодая команда «Бордгеймс». Это событие мы придумали с сообществом «Бордгеймс». Это ребята, которые очень увлечены в нашем городе настольными играми. И у нас возникла идея вывести эти настольные игры на широкую публику. Потому что настольные игры вообще в России – это пока еще не популярное такое течение, ну, малопопулярное. Вот. И вот эти маленькие сообщества, они собираются и играют. И нам захотелось их немножко расширить, и чтобы они здесь выставили всю свою игротеку. В общем, мы здесь провели опрос прямо вот здесь вот в зале. И оказалось, что 60-70% – это люди, которые увлекаются настольными играми. То есть мы собрали целевую аудиторию. Эти люди где-то прячутся у нас по городу, и мы их собрали здесь. Вот. Но есть также и новички. Но вообще сверхзадача вот этого события – популяризировать настольные игры и показать, что это не только монополия, это не только шахматы, не только шашки. Это огромный мир, в который можно погружаться и искать для себя какие-то новые грани. То есть здесь и стратегия есть, есть и командные игры, которые, в принципе, пригодятся любому человеку. В коллекции ребят из игрового сообщества более 400 игр разных уровней сложности. Сегодня все присутствующие с 13 до 22 часов вечера погружались в огромный мир настолок, искали интересное для себя, могли попробовать свои силы в играх разных видов – от самых простых до более сложных. Обратная связь горожан, которые посетили сегодня это событие, дала понятие организаторам, что мероприятие такого формата стоит сделать ежегодным. Нам было очень интересно продвигать настольные игры в Абакане, потому что мы сами очень увлеченные люди, примерно с 2013 года увлекаемся, и решили найти единомышленников. Собственно, организовали вот такой фестиваль, и очень рады, что сюда пришло столько народу. Ну, авантюра, да, это на самом деле больше, конечно, похоже на авантюру, потому что мы реально не были готовы к тому, что будет прям такой поток людей. Мы этого просто не ожидали. И именно, наверное, отвечая уже на следующий вопрос, именно это нас, ну, стопроцентно сподвигло на то, чтобы продолжать в том же духе, чтобы сделать еще что-то подобное и неоднократно. Вот так весело и непринужденно можно провести время в компании интересных людей. Правила игры, в принципе, простые. То есть человек поставил карточку, назвал цифру, и мы пишем ассоциации к этому слову. Так, и теперь человек должен отгадать, что за слово там написано по ассоциациям. А если прям подсказка, то это тоже, кстати, ассоциация. В мультике, по-моему, Шрек был герой такой, который очень-очень созвучен с этим словом. И он вот это. И еще они есть мятные, тоже созвучен с этим словом. Вот это вот. Да. Я сейчас про печеньку какую-то думаю. Вот печенька, а вот как вы звали? Пряник. Пряник. Ну, не пряник, а сова. А теперь вот это вот только надо. Пряничные какие-то, пряничные какой-нибудь. А кончайник? Пряные. Да. Пряности, во. Да. Пряности, ёо. Шумно, весело, азартно. Именно этими словами можно описать прошедшее событие. Для каждого гостя мероприятия фестиваль стал возможностью завести знакомство и найти новые увлечения. Будем надеяться, что Играфест продолжит жить. И в ближайшем будущем вся компания снова соберется за круглым столом и самыми интересными играми. Ксения Рихлова, Владислав Воронов. Новости.